К сожалению, еще сегодня много среди мусульман тех, которые продолжают курить. Одни мусульмане и ученые говорят, что это харам, другие мусульмане говорят, что это не харам, что это мокрух. Для себя этот вопрос я уже решил. Но давайте подойдем к этому вопросу немного с другой стороны. Какая в этом практическая польза? Некоторые могут сказать, что это успокаивает, но успокоение реально можно найти в других вещах, которые намного лучше, чем курение. Такие, как чтение Корана, Зикр, Таравих. Можно просто даже прогуляться с супругой, и это вас успокоит, и в этом не будет никакого вреда. С другой стороны, вред. То есть, очевидно, на каждой пачке серед, которую вы покупаете, явно черное по белому написано. Вызывает импотенцию, вызывает рак, вызывает смерть. То есть, это приводит к смерти. То есть, с этим как бы и не поспоришь. Таким образом, по итогу, что мы имеем? Пользы никакой, а вред колоссальный. Сейчас месяц Рамадан, месяц поста. В это время каждый мусульманин стремится к тому, чтобы стать лучше. Стать лучше во всех своих проявлениях. В плане имана, в плане рибадата, в плане взаимоотношений между людьми. Поэтому это реальный шанс для того, чтобы каждый из вас, тех людей, которые курят, чтобы они задумались на этой теме и оставили курение. Каким образом? В первую очередь, это признать, что зависимость. Дело в том, что признание зависимости, это половина дела в том, что касается избавления от этой зависимости. То есть, человек, когда принимает проблему, понимает ее, осознает ее, то это, можно сказать, что половина ее решения. На мой взгляд, лучший способ оставить курение, это уйти на Иртикав. Сейчас еще есть для этого время. Если у вас есть возможность, если у вас, ваша работа может подождать, ваши семьи могут приносить вам еду, сделайте это. Приходите в мечеть, оставайтесь там на эти 10-15 дней и постарайтесь это все время посвятить поклонению. Да, это будет трудно, да, вам будет хотеться покурить, еще одну затяжечку последнюю. Но если вы справитесь со всем этим, то, иншаллах, когда вы через 10 дней, через 15 дней выйдете из мечети, вы будете думать, зачем они вообще курят, зачем они тратят свое здоровье и так далее. Поэтому я прошу Аллаха, чтобы Он принял ваш пост, принял ваше покаяние, и чтобы Он помог вам в первую очередь найти в себе силы, бросить курение, ну и помог вам бросить курить. Саламу алейкум, рахмаху Аллаху. Саламу алейкум.